добрый день и я как всегда рада приветствовать вас на своем канале сегодня я хочу поговорить с вами на такую тему как размножение фиалки с листика дело в том что существует два вот самых таких распространенных способа укоренение листа первый это когда лист ставят в воду ждут пока он даст корешки а потом пересаживают с корешками в грунт и второй способ это когда лист без корней сразу высаживают в грунт вот очень часто задает вопрос какой способ лучше и какой выбрать я из своего опыта скажу так по срокам корешки появляются что у листа в воде что у листа в грунте одинаково две-три недели зависит еще конечно же от сорта есть сорта которая быстрее размножаются есть сорта которая которым нужно дольше времени на размножение ну вот по срокам одинаково я пробовала укоренять листья в начале так сказать своего фиалочного пути вот именно в воде и и для себя я нашла одни сплошные минусы самый первый минус две-три недели лист стоит в воде вот ему нужно время на то чтобы он дал корешки и за это время лист часто искривляется при посадке вот такой вот кривис с кривым черенком листика в грунт часто бывает такое что его сложно посадить это как бы во-первых и во-вторых корневая система вот это вот слабое еще один-два сантиметра там такие тоненькие корешки молоденькие они повреждаются и бывает такое что лист в течение там двух-трех дней после такой пересадки вовсе пропадает а бывает такое что он долго стоит на месте и как бы не туда и не сюда то есть он стрессует и вместо того чтобы наращивать корни и давать деток а ему нужно неделя-две даже пережить вот этот стресс я уже не один год укореняю листы сразу в грунте и вижу только плюсы именно такого способа во первых лист если даже стрессует то только первые две недели то есть пока не появится первый корешок вот остальное уже время он работает на то чтобы наращивать корневую систему и потом наращивать деток вот эти листики это листики с посылки от ирины с канала путь цветущей фиалки кто смотрел мои видео те видели что вот этот листик был очень сильно вялый прям пол листа было без тургора вот с момента укоренения прошло две недели и вот дня три-четыре уже как листик набрал восстановил тургор это значит что он уже пустил там первые корешки и вот этот стресс у него миновал а вот эти все листы вот остальные они вообще можно так сказать сразу без стресса начали укореняться то есть они сразу были невялые вот и укоренились намного быстрее чем вот этот вялый листик вот какие еще вот преимущества плюсы именно такого способа размножения фиалки лист сразу в грунт это то что такой способ отлично подходит когда вы хотите размножить допустим вот молодую фиалочку там сейчас покажу у которой еще тонкая листовая пластина то есть это некоторые фиалки растут и у них сразу листики плотные хорошенькие а некоторые сорта фиалок им нужно время чтобы листовая пластина повзрослела и плотность вот эту свою приобрела и вот эти вот молоденькие тоненькие листики лучше всего и быстрее всего укоренять именно сразу в грунте вот потом вот я уже вам показала если вы заказали листик по почте либо где-то купили либо со своей фиалки сняли которая там загнивание пошло и вялый лист то естественно вялые листики тоже лучше всего укоренять именно в грунте какое-то время они будут привившими вот а потом как только появятся там первые корешки они восстановят тургот очень часто пишут что получила листик по почте там немножко привившие вроде бы и замочила его ненадолго в воде вроде бы он и тургор восстановил а вот поставила укоренять и он либо пропал либо на грани того что пропадет вот что не так и торф верховой с перлитом и вроде бы все все как нужно а не получается самая первая ошибка вот самая первая ошибка это когда вы переувлажняете грунт вот то есть не набили руку еще как правильно увлажнить грунт вторая ошибка это когда вы ставите лист без теплички обязательно нужна тепличка вот чтобы вы не слушали чтобы вы не говорили многие да укореняют листы в грунте без теплички но возможно у них другие условия повышенная влажность лист плотный с плотной листовой пластиной без стресса он не привявший был тогда да может быть у человека и получается укоренять без теплички но чаще всего вот поверьте мне без теплички не обходится вот еще причина такая часто это когда лист ставят светлое место и жаркая я бы сказала даже бывает такое что ставят на подоконник где солнечно и притеняя даже окно даже притеняя окно на подоконнике жарче чем в квартире соответственно листы у вас просто там варятся и даже если вы сделаете дырочки там чтобы не собирался конденсат тому да да вы этим не улучшите так сказать положение вот листы все равно пропадут в таких условиях они не укоренятся поэтому обязательно светлое место без сквозняков и не жаром все выбрали место в доме и две-три недели пока лист укоренится переживет вот этот стресс вот там его тепличку эту и держи конце видео хочу показать вам небольшой такой мастер-класс который позволит вам научиться правильно увлажнять грунт так чтобы он не был сухим и не был мокрым все очень просто и быстро для этого нам понадобится верховой торф и перлит соотношение когда вы только начинаете вот пробовать укоренять листья отсаживать деток всегда выбирайте 50 на 50 когда вы уже набьете руку можно уже 70 торфа 30 перлита но в начале в начале 50 на 50 это самый оптимальный вариант верховой торф предварительно не увлажняем все что вот нужно это если есть какие-то волокна палочки мы их просто убираем и все перлит же обязательно нужно промыть промывая перлит вы не не дышите вот этой вредной пылью это как бы самое первое главное второе пыль которая всегда есть в пачке с перлитом она уплотняет грунт это пыль в общем-то она нам не нужно вот и третье самое важное перлит обладает очень хорошей влагоемкостью то есть он впитывает в себя большое количество воды вот что нам и нужно дальше все просто в торф добавляем вот этот влажный перлит влажненький рассыпала ну ладно уберу потом не аккуратненько и перемешиваем его равномерненько ну желательно конечно взять посуду побольше это я так для видео так неудобно взяла что перемешивать неудобно в общем-то равномерно вот это все размешиваем вот и таким образом таким образом у нас в итоге получается грунт уже влажный все его уже не нужно увлажнять не нужно лить туда воды потому что вот бывает спрашивают вот я взяла литр торфа и литр перлита вот сколько нужно налить воды вряд ли вам кто-то ответит на этот вопрос никаких капель при сжимании грунта нет он рассыпается все в такой грунт можно высаживать листики и деток отсаживать да и взрослые фиалки в принципе тоже если нужно пересадить лучше всего пересаживать уже в увлажненный грунт очень хочется чтобы у вас всегда укоренялись листики росли детки цвели взрослые фиалочки потому что красота спасет мир вот кому видео понравилось обязательно ставьте лайки пишите свои комментарии это продвигает мой канал подписка конечно же тоже приветствуется а на этом всем всего доброго до свидания